С какими заболеваниями не призывают в армию? Друзья, вы на канале Служба защиты призывников, меня зовут Унгурян Алексей. И в этом видео мы с вами поговорим в общем, с какими заболеваниями в армию не призывают, чтобы у вас было больше понимания, там с этим возьмут, там с этим не возьмут, и вообще как, ну чтобы хоть как-то приблизиться к вопросу службы-неслужбы для вас. На самом деле, конечно, тема не новая, и на нашем канале достаточно много уже таких вот видео о том, с какими заболеваниями, каким образом можно в армию не пойти. Здесь хочу дать именно некоторый обзор, такой, который вам поможет сориентироваться, и уже, чтобы вы понимали, в какую тему вам стоит углубиться. Поэтому смотрите видео до конца, чтобы понять, куда дальше идти, как дальше разбираться с вашим здоровьем. Если, кстати, вы еще на наш канал не подписаны, то обязательно подписывайтесь, чтобы не пропускать новые видео, потому что они у нас выходят по два раза в неделю, и делюсь вам с вами актуальной информацией. Итак, для начала хочу, чтобы вы понимали, что у нас около двух тысяч заболеваний есть в расписании болезней. То есть, вот так много проблем со здоровьем может быть, из-за которых в армию не берут. Поэтому, конечно же, мы сейчас с вами все здесь не охватим. Я остановлюсь на самых часто встречающихся, которые по нашей практике, ну просто в подавляющем высоте случаев, именно они являются поводом не служить в армии. Для начала, конечно, это гипертоническая болезнь. То есть, если у вас есть гипертоническая болезнь, особенно второй стадии и хуже, то с этим в армию вас уже не возьмут, но при том, что это, конечно, подтвердится от военкомата. Да, здесь сразу дам вам оговорку такую, что все заболевания считаются подтвержденными, и вот они принимаются военкоматом только тогда, когда вас направили от военкомата, там заболевание подтвердилось, и только в этом случае уже на вас будет распространяться там статья о расписании болезней. Иначе, если вы просто там принесли документы или особенно из какой-нибудь там частной клиники, то это, ну, во внимание, конечно, принимается, но на основании этого решения не принимают. Первое, в общем, сказали мы с вами про гипертоническую болезнь. Также у нас не призывают с язвой желудка или там с рубцово-язвенной деформацией. Острая у вас язва, рубцово-язвенная деформация, кишечник, желудка или двенадцатиперстной кишки, то, соответственно, вас тоже в армию при подтвержденном диагнозе не возьмут. Следующее, также в армию не призывают с астмой. Там есть самые легкие формы, с которыми призвать могут, потому что важно, чтобы там были именно функциональные нарушения, чтобы они были. Если их нет, если у вас как бы диагноз есть, но все хорошо, никакие функции не нарушены, то тогда вас призовут. Это тоже будет уже проверяться на обследованиях, и необходимо, ну, как бы заранее хотя бы ознакомиться с тем, что там должно быть написано в вашем случае. Также у нас не призывают с плоскостопием третьей степени. Все, что ниже, там, первое, второе, совершенно неважно с этим призывают. Но вот если есть третья степень, хотя бы на одной ноге, то все, вас уже не призовут. Также не призывают у нас со сколиозом от 11 градусов, но в случае, если есть функциональное, опять же, нарушение, нарушение функции, если есть. Если, как говорится, в любом случае не призывают, только от 17 градусов со сколиозом. Поэтому это тоже достаточно сильное, конечно, искривление. Если вдруг у вас есть такие проблемы, то стоит подтвердить сначала этого врача, и в дальнейшем у вас есть шансы, что вас в армию не призовут. Также не призывают у нас с тяжелыми степенями остеохондроза. Я не буду сейчас там вдаваться в подробности, потому что очень много критериев. У нас есть подробное видео по 66-й статье. Если вам актуальна эта тема, найдите у нас на канале это видео по 66-й статье расписания болезней. Там все более подробно объяснено. Но скажем так, что по этой статье возможно получить тоже военный билет. То есть, если у вас болит спина, там какие-то грыжи, не грыжи, что-то, стоит обратить на это внимание. Также у нас в армии не призывают, например, с эпилепсией. Если заболевание подтверждено, то вас тоже уже не призовут. Не призывают с различными психическими расстройствами. Там тоже, конечно, есть нюансы с некоторыми какими-то легкими расстройствами. Могут и призывать в армию. Какие-то не несут дальнейших проблем в жизни. Какие-то несут дальнейшие проблемы в жизни. Могут быть и с трудоустройством, и с правами. Но это, опять же, не тема этого выпуска. Мы сейчас с вами говорим просто про обзор. Еще из распространенных таких заболеваний, это могут быть кожные. Это может быть экземы, это может быть псориаз. И сейчас при подтверждении с ними также вас в армию не возьмут. Ну, что мы еще с вами не охватили? А, ну, конечно же, зрение. Если, например, у вас зрение хуже, чем минус 6, то вас также в армию не возьмут. Но там не только минус. Там может быть сильный астигматизм. Там может быть проблемы со слоением сетчатки. В общем, по глазам достаточно много статей. Поэтому, если вдруг у вас есть глазами какие-то проблемы, то стоит подробнее разобраться. Кстати, на эту тему тоже у нас есть видео на канале, на тему зрения. И вы можете найти с врачом у нас видео, где мы более подробно эту тему разобрали. Также можно в армию не пойти с нарушением слуха. Тут тоже надо понимать, что нарушение слуха должно быть достаточно сильным. То есть, если вы просто плохо слышите, но в целом надо проверяться. Важно понимать, что именно у вас со слухом. И тогда в армию могут не взять. Могут не взять даже с проблемами с зубами или с дёснами. Но там тоже должны быть очень серьёзные проблемы. То есть, просто кариес поводом не идти в армию являться не будет. Вы его, как говорится, просто вылечите или не вылечите вам. Там его вылечат. То, конечно, с этим призовут. С переломами также у нас в армию не возьмут. Например, если вы сломали руку, ногу или что-то, здесь какой-то перелом, то до момента, пока не заживёт, вас в армию не призовут, предоставят вам отсрочку на этот период. Ну, в общем, есть различные травмы. Сотрясение мозга сильные могут тоже в армию, с черепно-мозговой травмой, могут тоже не взять. Но при наличии достаточной степени. И если время ещё, там, срок реабилитации также не прошёл. Но и не будем забывать, что есть проблемы у нас с мочеполовой системой. Могут быть проблемы с печенью. Есть достаточно много ещё заболеваний, с которыми в армию не призывают. И если вы хотите подробнее про себя узнать, что вроде бы у меня что-то есть, а может быть нет, то либо открывайте расписание болезней, проходите обследование и сверяйте. Прошли обследование, посмотрели расписание болезней, нашли там свою статью. И там можете увидеть, призовут с этим вас или не призовут. А если появляются какие-то сомнения, или просто хочется быстрее с этим разобраться и более надёжно, то пишите или в комментариях ваши вопросы, или оставляйте заявку на сайте. На нашем ссылке также есть в описании под этим видео. И мы вам позвоним бесплатно, вас проконсультируем. У вас будет гораздо больше понимания, как дальше действовать. Потому что заболеваний, на самом деле, очень много. Здесь я вам рассказал про такие, про самые популярные, про которые я вам могу сказать, как не врач, и которые вы можете услышать тоже, как не врачи. То есть врач с врачом бы разговаривали, наверное, по-другому. Вот, на этом, друзья, всё. Ищите комментарии к расписанию болезни у нас также на канале. У нас достаточно много, там больше 20 комментариев к разным статьям есть. Тоже к самым востребованным, к самым популярным статьям. Мы уже сняли комментарии к расписанию болезни тоже видео. И продолжаем это делать. Сейчас просто немного такая ситуация, когда чуть-чуть не до этого времени не хватает. Поэтому комментарии следующие выйдут чуть-чуть позже, к новым статьям уже. Но пока поищите старые, вероятно, там ваша статья есть. На этом всё. Если видео вам понравилось, ставьте лайк. Обязательно разбирайтесь, что с вашим здоровьем, прежде чем идти в военкомат. Потому что это крайне важно. Без этого вас просто призовут в армию, там могут возникнуть проблемы. Но если вы ещё на наш канал не подписались, обязательно подписывайтесь. Нажимайте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. И всё. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok